Добрый день, друзья! С вами снова компания Котлов. Сегодня мы решили снять видеоролик для тех людей, которые уже приобрели, либо планируют приобрести в нашей компании, пилетное оборудование для отопления своих помещений. Речь пойдет о наиболее часто задаваемых вопросах в нашу сервисную службу. У нас уже около полутысячи смонтированных объектов на пилетниках. От каждого клиента мы получаем обратную связь в виде обращений в сервисную службу. Опираясь на наши опыты, на решение всех этих вопросов, мы решили отснять серию видеороликов с инструкциями для пользователей пилетными котлами Пилетор. Сейчас я расскажу вам, как самостоятельно справиться с той или иной проблемой, не вызывая сервисную службу. Вот список самых часто задаваемых вопросов. Поехали! Один из самых часто задаваемых вопросов, это тот, когда люди звонят и говорят, котел ушел в перегрев, вроде как работает, но все время включается режим тревоги, котел закипает, сбросной клапан начинает работать. Когда начинаем выяснять, что же случилось в этот момент, оказывается, следующее. Посмотрим на автоматику с вами. На основном дисплее и автоматике здесь есть параметры. Время у нас стоит, режим, который сейчас включен на котле, дальше температура установленная, 53 градуса у нас сейчас стоит. Сейчас режим выключен у нас, потому что достаточно тепло, мы сейчас пока выключили котел. Нужно всегда следить за этими самыми тремя буковками. Здесь всегда должно быть написано норм, нормальный режим. В нормальном режиме эксплуатации всегда включены все насосы. Циркуляционный насос, котловой насос, вторичные насосы также работают. Когда происходит следующая ситуация. Человек, который загружает топливо, либо чистит котел, обслуживает, если тем более он может быть новичок какой-то, вместо того, чтобы выключить котел, он нажимает на эту кнопку. Вот эти шестереночки. Нажал, раз поменялся режим. Здесь изменяется на эту кнопку, изменяется режим работы. Экоэкономичный, день-ночь, календарь, термостат. Чаще всего система эксплуатируется в нормальном режиме, потому что в остальных режимах не всегда насосы включаются. Там они подразумевают другую конфигурацию отопления. Поэтому может циркуляционный насос, просто нажали на эту кнопку, циркуляционный насос перестал работать. С котла тепло не снимается, котел уходит в перегрев. Вроде система работает, чуть-чуть там тепло, чуть-чуть здесь, а котел закипает, начинает бурлить и начинает тревога. Начинает тут экран горит синим цветом мигающим, говорит тревога. Переживать не надо, панику тоже устраивать не надо, сервисную службу тоже не нужно звонить, достаточно просто нажать опять на эту кнопку, поставить обратный режим норм. Режим нормальный. Загорится вот эта кнопочка, колесико, здесь нарисованы стрелочки. Вот этот индикатор, он сигнализирует о работе котлового насоса. Котел, который между гидрострелкой и котлом работает. Все, он загорелся, дальше также работают остальные насосы. Система опять начала работать, все в порядке. Конец.